МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста, начинаем нашу работу. На сцену приглашается наш преподаватель, профессор детского университета Наталья Анатольевна Шадрина. Давайте ее поприветствуем. Тема ее выступления сегодня перед вами – «Тысяча и одна ночь». Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада вас... Здравствуйте! Давайте встать. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Очень рада вас всех снова видеть. Неожиданно я стала профессором, что тоже очень приятно. Спасибо. И сегодня мы с вами поговорим. Можно, пожалуйста, презентацию? А, в принципе, довольно знакомых вам вещах. Узнаете вы этих персонажей? Да, кто это? Аладдин, да. Но здесь мы видим не только Аладдина, здесь мы видим и других персонажей восточных сказок. А как называется сказка, о которой идет речь? Ну, в целом. «Тысяча и одна ночь». Совершенно верно. Вы совершенно правы. Сегодня мы поговорим о том, о том мире, откуда к нам пришла «Тысяча и одна ночь», откуда к нам пришел Аладдин, принцесса Жасмин и множество-множство других персонажей. Это совершенно уникальная культура, которая, в общем-то, нам с вами близка, потому что мы с вами живем в регионе Татарстана, где довольно распространенной является религия ислама, да? И все вы видите, когда гуляете по городу, например, вы видите мечети, вы видите разнообразные там украшения, например, татарские, традиционные. Но все это корнями уходит в далекое-далекое прошлое, откуда, собственно, к нам и пришли принцесса Жасмин и Аладдин. Культура, которая, в общем-то, принята называть арабо-мусульманской, она была порождением огромного государства, которое носило название арабский халифат. Посмотрите, да, видите карту? Кто-нибудь посмотрите, пожалуйста, на карту, какие гигантские территории занимало это государство, да? Мы видим здесь и Египет, мы видим здесь до Индии и Китая дошли арабы в своих завоевательных походах, а в европейской части какую страну они завоевали? Ну-ка, посмотрите на карту, на карте видно. Испания, совершенно верно. То есть это гигантское государство, которое простиралось от Китая до Испании, да? И все это государство было объединено единой культурой, которую ученые сегодня называют арабо-мусульманской культурой. Почему? Потому что главным этническим компонентом и главным, ну так скажем, языком, на котором говорила эта культура, был арабский. Поскольку происходит она вот из той зоны, которая темным цветом закрашена, видите, да? Это называется Аравийский полуостров. И там находятся два главных, два священных города ислама – Мекка и Медина, откуда был родом пророк Мухаммед, собственно, пророк мусульманской религии. И дальше она распространялась на гигантские территории. Но изначально, еще до ислама, арабы были бедуинами-кочевниками. Посмотрите, какой образ жизни они вели. Они жили в пустыне, и, собственно, в основном, большая часть Аравийского полуострова была пустыней. И арабы занимались кочевой торговлей. То есть они с караванами ходили по пустыне и перевозили товары из одной точки в другую точку. Как вы думаете, строили ли они роскошные здания, создавали ли они… Нет. Почему? Модераторы, пожалуйста, да. Вот сюда. Они не создавали роскошные здания, потому что у них не было денег на это. Не было строителей. Модераторы, пожалуйста, ждите микрофон. Да, да. Потому что у них не было материалов. Обратите внимание, где они жили. Они жили в пустыне. Да, и в пустыне. Они не строили какой-то богатой художественной традиции, не строили каких-то роскошных зданий, не создавали красивых картин и скульптур. Но у них была очень развита поэзия. И именно поэтому… То есть, что еще… Как могли еще художественно проявлять себя люди, которые, собственно говоря, в основном путешествовали по пустыне? Только в слове. И поэтому для арабо-мусульманской культуры слово, поэзия, тексты священных книг стали основным, базовым элементом этой культуры. И мы с вами еще увидим, как это красиво воплотилось впоследствии. Ну и так, распространение ислама, как я уже сказала, на рубеже 6-7 века нашей эры в Мекке появляется человек по имени Мухаммед, который начинает проповедовать новую религию. Впоследствии он переезжает в город, который сегодня назван Медина. Ну вот здесь вы видите, да, на карте посмотрите. Найдите, пожалуйста, Мекку и Медину. И отсюда, из этого региона, начинается распространение ислама и арабской культуры. Вообще нужно сказать тут обязательно, что арабы были народом очень любопытным и народом, который был готов впитывать чужую культуру. Посмотрите еще раз, какие разнообразные и гигантские регионы захватили арабы и включили в состав арабского халифата. И каждая территория, на которую они приходили, имела свою художественную традицию, которую эти самые арабы воспринимали и трактовали по-своему. И практически на всей нашей планете распространились очень специфические и разнообразные варианты воплощения вот этой самой мусульманской культуры. Давайте посмотрим. Одна из самых ранних мечетей. Посмотрите, пожалуйста, большая мечеть Мияда в Дамаске. Город Дамаск, столица современного государства Сирия. Это одна из самых ранних мечетей. Это мечеть, которая была построена в 8 веке нашей эры. Посмотрите, как она устроена очень интересно. Мы видим с вами внутренний двор. Видите внутренний двор, огороженный стеной? Видим минарет. Но минареты нам с вами знакомы. У нас, в принципе, тоже есть мечети. И мы видим такое небольшое закрытое пространство. Это классический тип арабо-мусульманской мечети. И появилась она по преданию тогда, когда Мухаммед, путешествуя, собственно говоря, по пустыне, его застало время намаза. И что-то нужно было делать. Нужно было совершать молитву. И тогда Мухаммед прямо в пустыне обрисовал прямоугольник. Это как раз наш внутренний двор. И с помощью веток создал такой небольшой навес над тем местом, где он стал молиться. И отсюда, в общем-то, произошел тип вот таких вот мечетей, которые распространены, но это мечети, которые распространены на Ближнем Востоке, в Северной Африке и даже Испании. Следующий, пожалуйста, слайд. Это внутреннее пространство, тот самый внутренний двор. Большой мечети Амияда в Дамаске. Следующая мечеть тоже очень интересная. Это мечеть в Кайруане. Посмотрите, тоже похоже, да? Вот этот тип внутренний дворик, такие красивые минареты. И пространство для молитвы. Но давайте посмотрим внутреннее пространство для молитв. Присмотритесь, пожалуйста, я вас прошу очень внимательно к колоннам, которые поддерживают своды этого здания. Не замечаете ничего необычного? Что необычного? Так, пожалуйста, красный микрофон. Их окружают коврики. Нет, а сами колонны. Старинные. Старинные. И посмотрите, они все разные. Да? Видите? Все, все, достаточно, ребят. Достаточно, спасибо. Разные колонны. Почему же это так произошло? Неужели нельзя было сделать одинаковые колонны? Дело в том, что, опять же, по преданию, еще пророк Мухаммед завещал, что строительство – это самая затратная вещь, которая только может существовать. И нужно стремиться всячески экономить на строительство. И арабы, которые приходили на новую территорию, особенно на территории, где раньше жили древние римляне и строили свои сооружения, они собирали по всему пространству, до которого могли дотянуться, остатки древнеримских зданий и создавали с их помощью свои. И поэтому мы видим разные-разные колонны. Это колонны древнеримских зданий, которые специально были свезены в мечеть и, ну, несколько доработаны и стали составлять опору внутренних пространств в мечети. Вот этот принцип восприятия чужой культуры, даже физического восприятия, мы просто берем чужую колонну и помещаем ее в пространство своей мечети, характерно для арабо-мусульманской культуры. Ну, еще тоже удивительное сооружение, следующее, пожалуйста, посмотрите, крайне необычное, крайне необычное. Это сооружение, которое, вы удивитесь, находится на территории Европы. Это великая мечеть города Кордовы, это южная Испания, ну, центральная, так скажем, Испания. Это тоже мечеть, которая здесь была построена. Дело в том, что Испания на протяжении нескольких столетий была оплотом Кордовского халифата, одной из части Арабского халифата, Кордовского эмирата, затем халифата. Но посмотрите, что стало с этой мечетью. Она по такому же типу, как предыдущая, построена, но что с ней стало? Мы видим внутрь этой мечети, видите, в центре, да, встроено какое-то другое здание. Что же это интересно за здание? Дело в том, что после того, как Испания была отвоевана у арабов и было возвращено европейское правление в Испанию, мечеть решили превратить в церковь. И прямо в центр мечети встроили здание храма. Получилось, ну, довольно необычно, так скажем. Но, в принципе, те авторы этого проекта были этим проектом в итоге недовольны. А вообще мечеть Кордовы знаменита несколько другим. Следующий, пожалуйста, слайд. Посмотрите, какой невероятно красивый зал. Это внутренний зал мечети Кордовы. И по легенде, вот видите, вот эти двойные аркады красивые, которые украшают, что они вам напоминают? Лезенцы кому-то напоминают. Арки напоминают. Но это арки и есть. Они напоминают пальмы. Считается, что правитель, который строил это здание, очень скучал по родине. А родом он был с Ближнего Востока, где много растет пальм. И он создал вот такой вот невероятный пальмовый лес из архитектурных сооружений. Хотя как прототип такого сооружения он использовал римские постройки. Но это мечети, так скажем, классического типа. Но были и другие мечети. Следующий, пожалуйста, слайд. Посмотрите. Это очень необычная мечеть. Еще одно сооружение, которое рассказывает нам про то, что мусульмане и христиане очень долго и всегда жили, в общем-то, бок о бок и вступали в самые разнообразные отношения. Мы видим с вами мечеть Святой Софии или Айя Софии в городе Стамбул, который ранее назывался Константинополь. Видите, она совсем другая по типу. Мы уже не видим ни внутреннего двора, не видим такой прямоугольной конструкции помещения для молитвы. А что же мы видим? Мы видим такое купольное сооружение. Почему так произошло? Дело в том, что изначально Святая София была церковью, православной церковью, которая находилась в Константинополе. А затем мусульмане не стали трогать, не стали разрушать эту церковь, когда, ну, турки уже, османы, когда пришли на эту территорию. А лишь поставили вокруг нее минареты и превратили в мечеть. Покажите, пожалуйста, внутреннее убранство. Видите, фрески и мозаика, которые здесь находились, также не были уничтожены. Они были закрыты, поскольку в пространстве мечети нельзя помещать изображения людей и животных, и украшены арабскими украшениями. А на сегодняшний же день это здание является музеем. Видите, вот, если вы присмотритесь, вот там вот в углу потолка открытые мозаики с изображениями ангелов. Это вот византийская мозаика. И рядом же висят мусульманские символы. Это сегодня музей, который, в общем-то, посвящен диалогу культур. Ну и самая необычная мечеть из тех, которые я вам сегодня хочу показать. Неожиданно, правда? Похоже это на мечеть в том виде, в котором мы ее знаем? Совсем не похоже. Совершенно верно, да, да, совершенно верно. Это японская мечеть, не японская, китайская, совершенно верно, да. Это мечеть Нюдзе, ну вот там у вас написано, Нюдзе, которая была построена в Китае аж в 10 веке. Очень-очень давно, как только арабы пришли в Китай. Находится она в городе Пекин, да, и совершенно ничем не напоминает мечеть. Дело в том, что, как я уже говорила, арабы были людьми очень открытыми для всего нового, в общем-то. И, в принципе, даже такой вариант мечети их совершенно не смущал. Давайте посмотрим внутреннее помещение. Посмотрите, какое внутреннее помещение. Тоже молельный зал, в общем-то, сделанный, разделенный тоже опорными колоннами, но при этом украшения выполнены в китайском стиле, да. И это тоже, вот это одна из главных специфик арабо-мусульманской культуры. А теперь давайте внимательно посмотрим на украшения. Что мы здесь видим? Точнее, фонарики мы видим. Точнее, чего мы не видим. Вот, например, кто-нибудь был наверняка из вас в православных храмах, да, там или... Там мы видим в православных храмах, мы можем увидеть иконы. Никогда вы не увидите в мусульманском храме, в мечети, вы никогда не увидите изображение людей и животных, потому что в исламе изображение людей и животных запрещено, особенно в храмах. И поэтому для того, чтобы украшать храмы, арабы использовали совершенно другие приемы. В частности, прием орнамента. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот. Самые разнообразные графические, геометрические и животные изображения, которые бесконечно-бесконечно повторялись, создавая совершенно потрясающие, невероятные узоры. Давайте посмотрим следующие слайды. И вот мы видим, например, еще одно священное место для всех мусульман. В здании в Иерусалиме мечеть-купол на скале. Следующий, пожалуйста, слайд. Посмотрите, какая красота и богатство у Браз. Убранство. Изразцы – это керамика, керамические изделия, покрытые глазурью. Посмотрите, какие совершенно невероятные, разнообразные и прекрасные орнаменты украшают эту мечеть. Орнаментами украшали не только мечети, но и дворцы. И следующий дворец, который мы увидим, это основы, мы возвращаемся в Испанию, на очень-очень юг Испании. Гранада и дворец, который называется Альгамбра. Дворец, что в переводе означает «красный камень». Дворец, который с виду выглядит как такая крепость, такая серьезная, но внутри он из себя представляет совершенно невероятное, прекрасное и богатейшее украшенное орнаментом помещение. Пожалуйста, слайд следующий. Посмотрите, какая невероятно красивая резьба. Все эти орнаменты переплетаются друг с другом и создают такое бесконечно повторяющееся и неповторяющееся одновременно пространство. Но помимо таких орнаментов, арабы в арабо-мусульманской культуре также использовали еще один вид украшений. Давайте следующий посмотрим слайд. Что мы здесь видим? Что в качестве украшений используется? Так, пожалуйста. Совершенно верно. Мы видим в качестве украшений арабские буквы. Помните, я вам в самом начале говорила, что арабы были бедуинами, и художественную культуру не создали, но создали культуру слова. Так вот это слово в арабской культуре воплотилось в искусство. Сами буквы, начертания слов превратились в картины. И родилось искусство каллиграфии. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, собственно, орнаментом украшались не только здания и помещения, но и керамика, стекло. Следующий слайд у нас. Посмотрите-ка невероятной красоты стекло. И все это бесконечно. Это очень много этих предметов. А также очень знаменитые ковры. Персидские, арабские ковры, которые ценились во всем мире. И за которые европейцы готовы были заплатить любые средства. Ну и, собственно говоря, возвращаясь к каллиграфии. Каллиграфия становится искусством. Видите, все приметы художника, кратки, кисти, карандаши. Все это, собственно, было характерно и тем, кто занимался каллиграфией. Следующий, пожалуйста, слайд. Каллиграфия — это искусство красивого письма. Запомните, пожалуйста, это слово. И следующий слайд. Посмотрите, какие изображения создавались с помощью каллиграфии. Здесь мы видим изображение груши. А внутри этого изображения арабскими буквами как бы все это изображение представляет собой главный символ веры, ислама. Но второй момент. Я вам уже говорила, что в арабской культуре, арабо-мусульманской культуре запрещено изображение людей и животных. Но это не совсем так. В некоторых регионах арабского мира изображения людей и животных все-таки присутствовали. Конечно же, не в мечетях и не в каких-то священных сооружениях. Но присутствовали они в книгах, в искусстве книжной миниатюры. Вот здесь перед вами, собственно, определение этого термина. Это рисунки в книгах. В средние века книги были не печатными, потому что книга печатная была изобразена позже, а рукописными. И рисунки в книгах рисовались от руки. И вот в этих самых книжных миниатюрах, особенно иранских, персидских книжных миниатюрах, мы с вами встречаем изображение людей. Но сейчас я хочу вам дать небольшое задание. Да, вот, пожалуйста, давайте попробуем сравнить, в чем все-таки разница между изображениями, которые присутствуют в арабской культуре, и изображениями в европейской культуре. Здесь мы с вами видим иллюстрацию книги Шахнаме Фердауси. Это персидская книга, которая поисутствует об истории Персии. И мы видим сражение между героем Исфандияром и таким вот змеем, не змеем, непонятно кем, ну, таким чудовищем Симургом. Это одно изображение. Второе изображение, которое я вам хотела показать, это изображение, которое было сделано уже примерно в то же время, но в Европе. Изображение знаменитого художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти, который тоже повествует о битве героя, на этот раз это Святой Георгий, со змеем. Эта битва изображена на гербе города Москвы, столицы нашей, да? И давайте попробуем сравнить, что же... Так, у нас есть варианты ответов и масса вопросов. Так, пожалуйста. Что различного? Я считаю, что это картина, поэтому она должна быть красивой, потому что она очень дорогая. Ну, как вариант, да. А разница в изображении? Книжки тоже были очень дорогие. Так, черный микрофон, пожалуйста. Невероятно дорогие были книжки. Там арабские буквы написаны. Там была другая культура, основанная на... Там оба героя сражаются со змеями. Хорошо. Поэтому это должно было быть похоже на узоры. А это не могу. Спасибо. Вот, 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 все, все, достаточно, спасибо. Вот есть ответ, молодой человек не ответил. Ну, давайте еще, еще один ответ, и мы с вами завершим. Все, все, достаточно. Оба героя сражаются с змеями. Это уже было, да, я слышала. Спасибо. Все, достаточно. Спасибо. Вот здесь прозвучал, я не знаю, насколько осознанный, но правильный ответ. Посмотрите, герой, который изображен на картине Рафаэля, да, он изображен очень реалистично. Он изображен похожим на настоящего человека. Художник использует разные планы, он пытается изобразить пространство и так далее. А герой, который изображен в книжной миниатюре, да, он совершенно не похож на настоящего человека. В настоящей жизни таких людей не бывает, да. Он похож скорее на орнамент, больше, чем на настоящего человека. И вот это вот стремление не изображать людей и животных такими, какие они есть, а превратить их в узор скорее, это специфика арабо-мусульманской культуры по отношению к таким вот уже изображениям. Тогда как европейская культура пошла по пути реализма и стремилась изображать мир таким, какой он есть. Вот, собственно говоря, основные моменты, которые я вам хотела рассказать о арабо-мусульманской культуре, большое спасибо за внимание, я жду ваших вопросов. Так, сейчас у нас начинаются вопросы. Пожалуйста, какие у вас возникли вопросы? У меня не вопрос, я хотела сказать, что еще эти картины различаются тем, что у европейцев, у них другие инструменты, письма. И вообще арабы, они больше стараются писать. А рисовать, они хотят именно, чтобы украсить книгу картинками какими-то, чтобы их посмотрели. А европейцы, чтобы представили, что происходит уже. Спасибо. Совершенно верно. Да, молодец. Спасибо большое. Можешь задать вопрос? У меня вопрос. Почему люди арабы не рисовали картинок? Вот здесь. Почему не рисовали арабок картинок? Потому что в арабо-мусульманской... Отдавайте микрофон сразу. Отдавайте микрофон сразу. Все, микрофон. Арабы, дело в том, что в арабо-мусульманской культуре считается, что если вы создаете реалистичные изображения, то вы как бы, ну так скажем, претендуете на лавры Бога. То есть как будто бы вы пытаетесь сотворить мир, а мир сможет сотворить только Бог. Так, следующий вопрос, пожалуйста. Вопрос у меня такой. А почему арабам нравилось больше писать, чем рисовать картины? А потому что я уже говорила об этом, потому что для них слово, буква, написание этого слова было тем же самым, что картина для европейцев. Так, спасибо. Еще черный микрофон, пожалуйста. Да. У меня есть вопрос. Вот, например, у китайцев есть специальные какие-то кисточки. Были ли у арабов для каллиграфии какие-то специальные... Да, конечно, были специальные приборы, специальные кисточки, и даже были специальные школы каллиграфии, которые находились в разных странах мира, в разных концах мира, и где обучали этому искусство людей. Так, еще, пожалуйста, черный микрофон. Был вопрос. А почему арабы завоевывали несколько территорий? Ну, потому что они стремились распространить свое государство и свою религию на разные территории. Так, пожалуйста, черный микрофон. А почему они не строили, когда путешествовали в пустыне, не строили дома? Потому что они постоянно путешествовали, и дело в том, что они постоянно перемещались, и им не было смысла строить дома. Они просто делали на привалах шалаши. Оранжевый микрофон, пожалуйста. А что означало вот это вот письмо? Это слова, самые разнообразные слова. Те, которые использовали в мечетях, это были выдержки из Корана. Если в дворцах использовали, то это были просто пожелания добра, блага, процветания. Спасибо. Желтый микрофон. Вы имя свое называете, когда вопрос задаете? Здравствуйте. Меня зовут Аслан. Я хочу сказать, что та картина, которая изображена, когда герой на коне сражается со змеем, только не в книге, чуть-чуть напоминает середину герба России. Ну, только он повернут другой стороной. Да, верно. Только это не герб России, это герб Москвы. Так, еще, пожалуйста, вот вопрос, желтый микрофон, пожалуйста. А у меня ответ есть, чем они... Имя называй, имя. Здравствуйте, меня зовут Русаев Тимур. У меня есть ответ к... Еще различию. Один на коне герой, а другой без коня. Совершенно верно, да. Пожалуйста, у другого есть фон. Имя называйте свое. Здравствуйте, меня зовут Марина. А из чего они делали свои палатки? Вот эти. Ну, из разных, из разных тканей плотных. Ткани-то у них уже были к тому моменту. Вот следующий рядом. Ага. Так. Здравствуйте, меня зовут Зарина. Вот возьмем, например, предпоследнюю церковь. Почему там... Мечеть. Мечеть. В некоторых церквях почему не яркие краски? Это какое вы имеете в виду не яркие краски? Нет, ну краски могли быть самые разные. Краски могли быть не обязательно. Например, для мечети, которые были в Северной Африке, например, в Тунисе, там не было характерно яркая раскраска. Но было характерно резной узор. Вот как мы смотрели с вами резные узоры. Их не раскрашивали, не везде раскрашивали. Где-то раскрашивали. Очень большая территория, очень много разных произведений. Так, пожалуйста. Имя, называйте свое имя. Меня зовут Заградинов Наиль. А что это за узоры? Иногда бывает в мачете, которая так круглая, и там что-то написано. Круглая, и там что-то написано, это, скорее всего, выдержки из Корана. Это такие, это, знаете, это аналог картины европейской. Но только, как я уже говорила, в исламе все-таки слово гораздо важнее, чем изображение. И поэтому вместо изображения помещают слова, выдержки из Корана. В мечетях это, как правило, выдержки из Корана. А вот меня зовут Стася. Скажите, а как пересерялись арабы и завоевывали, если они жили в пустыне, и у них было мало сил? И вообще, как они добывали еду? Они не то, чтобы они не совсем, в общем-то, в первобытности жили, они занимались караванной торговлей. И сил у них в целом было достаточно. А два крупнейших государства, которые были на границах тогда арабского мира, это Византия и Персия, дрались между собой. И вот у них как раз силы были на исходе. И именно поэтому арабы смогли очень быстро завоевать, ну, некоторые территории и пойти дальше. Так, желтый микрофон, пожалуйста. А почему... Здравствуйте, меня зовут Ильнас. А почему в мечетях нельзя было изображать животных или людей? Ну, об этом я уже сказала, потому что считалось, что когда вы изображаете животного или человека, вы как будто бы хотите стать Богом, потому что животных и людей создавал Бог. Да? Ну, и это, в общем-то, в любой религии так. И если вы их стремитесь изображать, то вы как бы становитесь Богом, а это, конечно же, нельзя делать. Так, пожалуйста. А из чего они делали бумагу? Так, я не вижу, кто? Вот по центру, да. А, да-да-да. А бумагу, как и все, делали из дерева. Бумагу, между прочим, арабы привезли бумагу, ну, в частности, в Европу, из Китая. Арабы вообще много чего привезли из Китая в Европу. Они стали таким мостом между всеми всеми. Еще? Кто? Да, пожалуйста, пожалуйста. А почему мы видели разные мечети, а почему там не было изнутри зеленого цвета? Ну, зеленый – это, ну, как вам сказать, это не изначальный символ ислама. Это современный, скорее. Так. Исламский статус. Еще я хотела сказать, так как религии, ислам и вообще арабы-мусульманы, они завоевывали много разных мест. И бумага у них была не только из дерева, у них еще была такая бумага из Египта, называлась папирос. Она делалась из листьев, а не из самой коры. Да-да-да. Так, спасибо. Да, вот следующий, пожалуйста, по центру вопрос с микрофоном. И имя называете свое? Здравствуйте, меня зовут Диана. А вот вы говорили, что они делали шалаши из ткани, а они, получается, не делали их из веток? Из веток тоже могли делать, да. Но у них переносные были шалаши. Вот мы с вами даже на картине видели шалаши, которые типа палаток. Да, вот это вот одно из первых таких сооружений, да. Спасибо. Так, модератор микрофона забирайте сразу. Пожалуйста, представляйтесь, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Максим. Вот вы сказали, что арабы очень много из Китая привезли в Европу. Какие вещи из Китая в Европу они так перевезли, что они привезли очень много пользы? Ну, вообще из Китая в Европу попали три самые важные вещи. Это порох, компас и бумага. Ну, на этой замечательной волне мы и завершим наши вопросы. Ну, о Китае поговорим в следующий раз. Вы можете вопросы свои задать еще и в перерыве. Наталья Анатольевна, понравилась вам лекция? Давайте поаплодируем. Наталья Анатольевна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова